Можно отделять науку, вот, например, в разные времена можно постулировать, тут наука появилась, скажем, там, не знаю, в Древней Греции кто-то считает, а может быть, наука была там постоянно, если мы считаем, что вся практика – это наука, ну вот, если мы даем такое определение, там, все, что изобретение колеса – это наука, вот тогда наука вообще очень давно появилась. Узнаем философов, все зависит от определения. А так и есть где-то в некотором роде, но тут изучения просто идут сложно, а что такое наука, нужно узнать, и когда люди дают разные определения, они из этого дают разные объяснения и по-разному раскрывают историю. Ну вот в среднем, не знаю, так, в античности, например, появился рационалистический метод, тогда уже получается, оттуда мы можем вести науку, если наука рациональная, и рационалистический метод, рационализм является одной из основных частей науки, ну да, тогда Древняя Греция. Движемся дальше, откуда берутся там корни некоторых научных теорий, это из средних веков, там они берутся теорией импетуса, там разработана еще средневековыми, там, схоластами всевозможными, там различные протофизические такие тоже теории, которые впоследствии перейдут в науку, или изменятся очень сильно, но все равно как бы перейдут. Можем оттуда брать, потому что там оттуда корни идут. Когда вот еще плотнее там, например, образовалась наука, еще там более основательный метод стал понятен, уже выделились такие основные ученые, вроде Коперника, Галилея, Ньютона, вот таких вот людей видим. Вот оттуда можно взять науку, начало нового времени, например, эпоха возрождения, начало нового времени, можем отсюда взять науку и сказать, ну вот по этим критериям наука взялась отсюда. А кто-то даже берет, знаете, в начало 19 века засовывает вот это основание науки, потому что именно в начале 19 века начинают формулироваться, ну, полноценные научные институты, и именно они научные. То есть наука отделяется от религии, например, полностью, у нее свои институты, свое образование более-менее становится, постепенно это все развивается, ученых становится больше, ученые становятся как профессия определенная выделяется, то есть начинается специализированное, в общем-то, вот взаимодействие ученых друг с другом. Вот, очень много разных сложностей с определением науки вот в этой вот дисциплине, которую я сейчас, о которой я повествую, об философии науки. И сейчас, кстати, дисциплину проходят в университетах все кандидаты наук, обязательно, обязательно. Я вот не знаю, как у вас было. Философия науки, да? Да, у вас, скорее всего, это был диамат. Диамат просто вот еще со времен Ленина, наверное, он критиковал империокритицизм, видимо, позитивизм отчасти критиковал, и думал, что базисом науки должен быть диалектический материализм. Ленин, видимо, так думал. Я не знаю, как в итоге получилось, они начали проходить философию науки, и чем они ее заменяли. А что у вас нужно было, чтобы стать кандидатом наук? Ну, мы по философии проходили, философия, действительно. Но это, скорее, в размере, как история философии. Был такой хорошей книгой, ее все называли «Серая лошадь». Не знаете такого названия? Нет. Это был такой времен, типа поздний Сталин еще. Это времен позднего Сталина, очень хорошая книга по истории философии. Вот там, действительно, все вот эти философские школы, они там, значит, излагались, описывались. Вот это вот, вот ее мы обычно-то изучали. Но для того, чтобы стать кандидатом, кандидатский минимум – это был не самое главное. Там, что, иностранный язык, философия и специальность. Ну, это не самое главное было. Самое главное было сделать диссертацию, соответственно, опубликовать данные этой диссертации, выступить, защититься. Ну, сейчас обойти можно. А как сейчас обойти? Ну, в смысле, обойти экзамены можно. Вроде бы, не обязательно обучаться в аспирантуре. Нет, а экзамены мы не обучаемся в аспирантуре. Экзамены надо просто сдавать. Вот надо просто иметь справку, что сдал кандидатский минимум. И все. Кстати, если у вас есть все три справки о всем кандидатским минимуме, то можно было поступать без экзаменов в аспирантуре, потому что вот они уже сданы. Надо предъявить их и поступать без сдачи вступить в экзамен. Вот такие. Я вот сдавал только общую физику, когда поступал в аспирантуру при Институте общей физики Академии наук. Вот так что вот я ее еще сдавал. А потом уже там, будучи, уже где-то сдавал физику твердого тела. Я защищался по твердому телу. Хотя в общем физики ядерщик, но ядерная физика замечательна тем, что она простирает свои руки в самые разные области. Продолжение следует...